Это серия о том, что мы должны обратить внимание на красные флаги в наших отношениях. Вы согласны, что Божий путь — отношения куда лучше, чем мирской путь? Эта проповедь больше касается неженатых людей. Но если вы женаты, не уходите. Могу я увидеть руки тех, кто еще не был в браке? Вы можете оглядеться, осмотреть всех по периметру. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Тринадцатый флаг. Когда он или она хотят все контролировать, если вам никогда не удается принять решение, если они все решают за вас, то это красный флаг. Если она просит дать ей все ваши пароли, уже после первого свидания, это красный флаг. Мне нужны твои пароли и быстрее. Нет. Мы познакомились всего час назад. Со временем ваше отношение должно прийти под отчетность и взаимное уважение, когда вы будете вместе принимать решения. Но если в каждом решении они все берут под свой контроль, это красный флаг. В браке это никуда не исчезнет, а только усилится. Если вы это любите все контролировать, попросите Бога изменить вас, научить вас доверять людям. Попросите Его помочь вам перестать контролировать абсолютно все и всех, потому что все равно вам не удастся все проконтролировать. Вы должны отпустить. Скажите, я отпускаю. Четырнадцатый красный флаг. Их родители слишком активно участвуют и контролируют каждое их решение. Когда вы выходите замуж, вы входите в его семью. Вы женитесь, вы входите в ее семью. Я благодарен за родителей моей жены, но я знаю, что есть отношения, в которых родители слишком все контролируют. Обратите внимание на такие вещи. Это красные флаги. Послушайте, если вам 14, и вы говорите, «Мой мама с папой не позволяют мне делать, что я хочу», вы находитесь под их властью. Это нормально. Они дали вам кров и обеспечивают вас. Но если вам 35, и за вас все решения принимает мама с папой, если ваши старшие брат или сестра все за вас решают, и вы не в состоянии принять решение самостоятельно, это начало провала. Вам нужно повзрослеть, снять с себя подгузники, и начать самим принимать решения. Когда мне было 23, я сказал отцу, «Мне нравится Эшли». Он сказал, «Да, мне тоже. Прекрасная девушка». Я сказал, «Пап, думаю, я хочу на ней жениться». «Что ты думаешь?» Он сказал, «Я рад, что ты спросил совета, но это должно быть твое решение». Он дал мне совет. Он сказал, что тоже считает ее чудесной девушкой. Он дал пару мудрых советов, в чем нам нужно возрастать. Есть разница между тем, чтобы дать мудрый совет и пытаться все контролировать, хотя сын уже взрослый человек. Он сказал, «Пол, мы с мамой будем молиться, мы поддержим твое решение, но это должно быть твое решение». Ты уже взрослый. Мы верим, что ты прислушаешься к совету. Ты сам имеешь отношение с Богом и примешь мудрое решение. 15-й. Когда они много всего от вас скрывают, скрывают свое финансовое положение. «Может, поговорим, сколько ты должен за учебу?» «Нет». «Пока не женимся». «Мы не будем говорить об этом?» «Скажи, сколько у тебя долгов по кредиту?» «Не скажу». «Еще не время говорить об этом». «Может, поговорим о твоей зависимости?» «Нет». Если от вас многие скрывают и не хотят говорить об этом, в какой-то момент это навредит вашему будущему браку. Если это уже случилось, и вы в браке с таким человеком, то вам нужно сражаться за свой брак. Обратитесь за консультацией к служителю и вместе постарайтесь решить эту проблему. «Не воспринимайте это последний толчок оставить своего супруга». Если есть проблема, не нужно ее игнорировать. Некоторые люди, зная, что проблема есть, закрывают на нее глаза. Они говорят, «Я сделаю вид, что ничего не знаю». Я не хочу слышать об этом. Я знаю, что от меня что-то скрывает, но я притворюсь, что ничего не видел. Мы продолжим свидание вслепую и вступим в брак вслепую. И будем надеяться, что будет все хорошо. Нет. Вы должны открыть глаза и откровенно обо всем поговорить. Если они что-то скрывают от вас сейчас, это будет только усугубляться. 16. Красный флаг. Они часто вас критикуют, не по-доброму, не шутя, но унижая вас при ваших друзьях. Не нужно думать, «Ну, это у него такая натура, но он такой милашка, она так мила». Да, она часто смеется надо мной, и это меня ранит, но я пытаюсь легче к этому относиться. Она говорит, «Я слишком чувствительный». «Да, она посмеивается надо мной с друзьями каждый день». Вам нужно об этом поговорить обязательно. Если с этим не разобраться, это превратится в словесное насилие. Однажды вы будете родителями, и это передастся вашим детям. Бывает, мы критически к кому-то относимся, но это не значит, что ты смеешься при всех над своим близким человеком. 17. Они все еще общаются со своими бывшими и цепляются за то, что было в прошлом. Я понимаю, что коснулся сейчас чего-то актуального для некоторых, поэтому я подойду поближе. Не пугайтесь. Мы должны с этим разобраться. Если вы все еще храните его записки или цепочка, или даже колечко и фотографии, если в вашем ноутбуке все еще хранятся папки со всеми этими письмами, и вы их не удалили, при этом вы сейчас в серьезных отношениях или вступили в брак, но все еще в мыслях и чувствах не отпустили прошлые отношения, это красный флаг. Вам нужно об этом поговорить, если не побеседуете об этом, будет только хуже, потому что это дойдет до точки кипения и выльется скандалом и болью. Если вы не отпустили своего прошлого, а уже начали новые отношения, то вам нужно сначала разобраться с вашим прошлым. Если вы иногда общаетесь с бывшими на тему воспитания детей, это одно, но если между вами еще романтика, а вы уже встречаетесь с другим человеком, и вы пытаетесь угнаться за двумя зайцами, это неправильно. 18. У них извращенный взгляд на Бога, Библию и церковь. В колледже я ходил на свидание с одной девушкой, это была Ньюэшли. Эта девушка подшучивала над Духом Святым. Она начала шутить на тему Библии и о нашей церкви. Никто не смеет говорить плохо о моих папе и маме. Сначала я воспринимал нормально, но немного напрягся. Что-то здесь не так. Она шутила о многих вещах. Я сразу хочу сказать, что многие люди вступают в отношения, при этом имея разные доктрины и разное богословие. Но, уверяю вас, дальше это произведет огромные проблемы. Вы миссионерка, и думаете, я приведу его ко Христу. Он будет моим миссионерским полем. Я попытаюсь спасти его, когда мы возложим руки друг на друга и заговорим на языках. Я знаю, что ты сделаешь. Ты используешь свой язык не по назначению. У них извращенный взгляд. Вы сидите в церкви, и он говорит, пошли отсюда. Мне не нравится, что он говорит. Он пытается нас разлучить. Если у них извращенный взгляд на Бога, если они говорят, давай уйдем отсюда, лучше посмотрим какой-нибудь фильм в церкви такая скукота. Если вы встречаетесь с таким человеком, у вас есть выбор закончить такие отношения. Но если вы уже в браке, то вы должны любить этого человека и относиться к нему или к ней с любовью Христа и стоять в истине. Библия говорит, что если вы женаты или замужем за неверующим, то вам не нужно разводиться. Являйте Божью любовь и через ваши дела, через вашу любовь и доброту через ваше посвящение Богу в их сердцах произойдет изменение. Но если вы пока только встречаетесь и они смеются над вашей верой в Бога, то это очень важный тревожный звоночек. Девятнадцатый красный флаг. Он или она никогда не хочет быть в кругу вашей семьи со своими родителями. Мы с тобой уже встречаемся девять месяцев. Часто виделись с моей семьей, а ты свою никогда не упоминаешь. Ты вообще ни разу не рассказывал о своих родителях. Я не хочу говорить об этом. Конечно, но на это может быть причина. Может, ее родители варят дома наркоту, поэтому она вас туда не ведет. Нет, я серьезно. Причина может быть уважительной. Просто поверь, нам не стоит туда идти. В любой момент приедет полиция. Вам это покажется смешным, но я сейчас говорю серьезно. Однако, говорить об этом необходимо. Не заметайте эту тему под ковер. Говоря, я не хочу об этом говорить. Если есть проблема, просто скажите, есть причина на то, что я не привел тебя к своим родителям. Я их прощаю, выбираю их любить, но есть причина, почему мы не можем проводить с ними время. Вам нужно поговорить об этом, потому что иначе возникнут вопросы, догадки и подозрения. Он мне нравится, но его герои по жизни, Чарли Мэнсон, Тед Банди и Адольф Гитлер. Я не знаю, что мне с этим делать. Он слушает только жесткие песни с матами и оскорблениями о том, как мужья бьют жен. Хотя, может, это всего лишь песня, а он сам душка. Нет, друзья. Двадцатый. В их жизни нет дисциплины, нет самоконтроля, нет тормозов. Если он начнет прикасаться к твоей ноге, а вы встречаетесь всего несколько месяцев, если он начинает трогать тебя там, где тебе неловко, и ты говоришь, прекрати, а он все не останавливается, но пол, это не беда. Через пару лет он уже может гладить ногу другой. Если он не владеет собой, не контролирует руки, то поверьте, это красный флаг, поверьте об этом и поговорите об этом, пока не настало слишком поздно, потому что если он или она не знает слова «нет», а это происходит и с девчонками, однажды в колледже, я пошел на свидание, хотя это не было свидание, мы просто общались. Это было начало нового учебного года. В августе в церкви была конференция. 2004 год проповедовал Тидди Джейкс. Она попросила пойти с нами, со мной и компанией друзей. Мы приехали в церковь пятером. На следующий вечер она снова захотела пойти с нами. Проповедовал Билл Уинстон, потом Джон Бевир. На четвертый вечер было молодежное служение, я был лидер, волонтер в молодежном служении. У нее был мой номер. Она написала «Можно пойти с тобой и на молодежное?» Я сказал, что буду там служить. Она пришла. Все это время всплывало немало красных флагов, но я не обращал на них внимания. Она красивая, она со мной флиртовала. Мне это нравилось. Вы помните Самсона и Далилу в Библии? Самсон имел призвание от Бога на его жизнь, но он решил быть с Далилой. Она выведела у него секрет его силы. История Самсона заканчивается трагически. Он теряет зрение. Мы более подробно поговорим о нем на следующей неделе. Это не была вина только Далилы. В Самсоне было что-то, что наслаждалось похотью и обольщением Далилы. Поэтому я не обвиняю во всем ту девушку. Мне тоже нравился ее флирт. Она попросила меня подвести ее подвести ее к церкви. Конечно, это близко. У здания для молодежи она сказала, давай немного покатаемся. Включи музыку, погромче и закрой окна. Окей. Условно назовем ее Далила. Мы с Далилой ехали и она сказала, ты все еще смотришь на дорогу? Я сказал, ну да, я же за рулем. Припаркуйся, чтобы ты мог посмотреть на меня. Я сказал, хорошо, Далила. Когда я припарковался, я понял, что она хотела иметь физический контакт. Мы были знакомы только три дня. Я почувствовал себя неловко. Я не знал, что делать. При этом я парень. Я не ангел. Поэтому я благодарен Богу, что в тот момент я смог проявить самоконтроль. Я сказал, нам нужно повернуться в церковь. Она сказала, зачем? Давай останемся здесь, в твоей машине. Мы приехали в церковь и я сказал, что нам лучше с ней не общаться. Она сказала, почему ты всегда так делаешь? Что? Ты знаешь меня три дня. Что ты имеешь в виду? Ты вечно находишь причины, чтобы мы не проводили время вместе. Что? Мы знакомы с тобой всего три дня. Причем тут всегда и никогда. Мне пришлось решительно разорвать общение. Она потом встречалась со многими парнями. Многим разбило сердце. Перешла много границ, и затем бросила колледж. Потом парни меня спрашивали, ты знал, что она такая? Да. Почему ты меня не предупредил? Не сказал о красных предупреждающих флагах. Я сказал, если честно, я не знал точно, что она такая со всеми. Есть парни и есть девушки, над которыми Бог все еще работает. Я не говорю, что они потеряны навсегда. Я просто говорю, что сейчас на этом пляже установлен красный флаг. Вы не подозреваете о подводных течениях и думаете, что можете провести этого человека как Богу. Но Бог говорит, позволи мне быть их спасителем. 21. Когда их любимые герои и фильмы темные и извращенные. Он мне нравится, но его герои по жизни это Чарли Мэнсон, Тед Банди и Адольф Гитлер. Я не знаю, что мне с этим делать. Он слушает только жесткие песни с матами и оскорблениями. И о том, как мужья бьют Джон. Хотя, может, это всего лишь песни, а он сам душка. Нет, друзья. Если ему нравятся только люди с извращенным мышлением, вам стоит поговорить об этом. Если он идеализирует серийных убийц, мне лично кажется, что это красный флажок. Если он говорит, я останусь с тобой, если ты сделаешь для меня это, а это то, что расходится с вашими принципами. Если, чтобы остаться с ним, ты должна с ним переспать, то это не твой человек. Секс создан Богом как благо, но только в рамках совета семьи. Секс прекрасен, но Бог против секса вне брака. Если он хочет, чтобы вы с ним переспали, и тогда он останется с тобой, это красный флаг. 23. Если все правильные люди предостерегают тебя, перестань называть их ненавистниками. Эти люди любят тебя, но они не хотят, чтобы мы были вместе. Они нас ненавидят. Они хотят, чтобы мы расстались. Это пастор Пол, что-то там говорит о красных флагах. Не слушай его. Хватит уже считать, что все нас ненавидят. Мы не говорим, что вы никогда не сможете встречаться. Просто сейчас вам нужно кое-что изменить в вашей жизни. Вам нужно записаться в молодежную группу и возрастать в Боге, чтобы исправить ваши пути, выработать правильные привычки. 24. Вы все еще имеете чувство друг к другу. Если он или она все еще имеет чувство к другим, не лучшее время начинать серьезные отношения. И последний, 25-й красный флаг, когда у вас множество сомнений по поводу этих отношений. Вы не спите по ночам. Вы не способны сосредоточиться. Но вам лучше сделать паузу и молиться. Может попросить совета у служителя. Это были 25 красных флагов. Вы живы? Вы все еще здесь? Я хотел бы закончить еще одной мыслью. Думаю, это самая главная часть этой проповеди. Что мне делать теперь, когда я вижу красные флаги? Если вы уже в браке, то на следующей неделе мое слово будет для вас и для меня тоже. Но если вы еще не женаты, начните с себя. Во-первых, обнаружьте красные флаги в себе. Во-вторых, перестаньте во всем обвинять Далилу. Поймите, это вас привлекает общение с человеком с такими опасными сигналами. Может, ваши красные флаги соединятся с его или ее красными флагами. Вам нужно время, чтобы расстаться и разобраться. Вам нужно искать Господа и посещать библейские занятия. Пока нужно нажимать на паузу в отношениях. И в-третьих, разберитесь с этим. Если есть дым, не нужно ждать, пока разгорится огонь. Я говорю это вашему персоналу, особенно тем, кто работает с детьми и подростками. Если вы почувствовали дым от волонтера, не ждите, пока будет огонь. пока мне не позвонят из полиции. Нужно сразу разобраться с дымом, пока не разгорелся костер. Не игнорируйте дым, словно ничего не происходит. И в-четвертых, укоренитесь в Доме Божьем, проявляйте веру в Бога. Будьте посвященным служителем церкви. Идите туда, где нелегко и где нужно выходить из зоны комфорта, быть последовательным и верным человеком. В-пятых, обретайте мудрость из Божьего Слова, от Божьих служителей. Если вам 17, и вы получаете мудрость только от своих сверстников, обратитесь к тому, кто прожил хотя бы в два раза больше, чем вы, к тем, кто мудрее. Обратитесь к тем, кто верно хранит свой брак вот уже 20, 30, 50 лет. Поговорите с пожилыми людьми, попросите у них советы. Не полагайтесь только на мудрость сверстников. Вам нужно установить для себя границы, с кем вы будете встречаться и каким образом, с каким парнем, с какой девушкой и как будут выглядеть ваши встречи. Мы не будем заниматься сексом до брака, но пол, это старомодно. Нет, так учит Библия. Бог задумал секс для брака. У Бога больше прав говорить в вашу жизнь, чем у фильма 50 оттенков серого. Бог лучше знает, что лучше для нашей сексуальной жизни. Установите границы, которые позволят вам принести Богу славу и иметь здоровые отношения. Седьмое, начните служить. С чего вы взяли, что человек, который сейчас не служит, вступив в брак, вдруг начнет служить? Вы не станете служителем, когда поженитесь. Если не служите сейчас, найдите свое место в служении. Принимайте участие в кормлении голодных в городе. Просто помогайте людям, чем можете. И, наконец, встречайтесь с верующими парнями и девушками. В конце служения ко мне подошла девушка и сказала, «Я боюсь, что начну встречаться с очередным Чарли Мэнсоном. Я боюсь даже ходить на свидания». Я сказал ей, «Не бойся, есть хорошие верующие парни. Парни, есть прекрасные верующие девушки». Этой серии я хочу призвать вас не нарушать Божьи принципы. Возможно, вы сами находились в отношениях, где были такие красные флаги. Во время проповеди вы, возможно, узнали себя. Вы сами так поступали и встречались с кем-то, у кого были эти красные флаги. Я хочу оподрить вас, что бы ни было в вашей жизни, у Бога есть план для вас. Вне зависимости от того, в браке вы или нет. Может быть, вы в разводе, Бог хочет, чтобы у вас были здоровые отношения с вашим любимым человеком, чтобы однажды вы вступили в брак и имели прекрасные отношения, а не просто мучить и терпеть друг друга. Бог хочет, чтобы вы могли жить в полном доверии, а не подозревать друг друга, не ревновать, не копить обиды и расчарования, избавиться от гнева и гордыни. Бог желает, чтобы ваши сердца выбрались из зоны красных флагов, чтобы мы имели покой в сердце и чтобы нам быть здоровыми внутри. Молитесь сейчас вместе со мной, скажите, Иисус, начни с меня, начни с моего сердца, Господь, помоги мне становиться и стать тем, кем ты призвал меня, чтобы я был духовно здоровым человеком во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что Бог поможет вам в этом. Как я говорил в проповеди, мы склонны закрывать на что-то глаза и думаем только, как исправить других. А я себя просите Бога помочь вам возрастать в того, кем он вас призвал. Всю эту серию вы можете найти на нашем сайте. Посмотрите ее заново, поделитесь с друзьями. Если вы хотите, чтобы мы о вас помолились, или если вы хотите поделиться с нами своим свидетельством, пишите нам на электронную почту или звоните по телефону на экране, и мы помолимся о вас сегодня. Если вы когда-нибудь будете в Талсе, приходите к нам на одно из живых служений в Церкви Победа, мы окажем вам теплый прием. Программа стала возможной благодаря щедрым пожертвованиям наших телевизионных партнеров и друзей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!